Привет всем мои дорогие друзья, а также новые зрители канала Заброшена Россия Сегодня вы увидите историю о приезде ко мне моего китайского товарища Который уже более двух лет просился прокатиться по российским деревушкам Он тоже ведет свой блог на китайском метропространстве У него более 700 тысяч подписчиков Уже несколько дней мы с ним прокатились по Орловской области Несколько фильмов вы уже видели И вот сегодня вы увидите несколько эпизодов наших совместных поездок Как всегда будет интересно, смотрите до конца Поехали! Ну что, друзья, приехал мой китайский друг Здорово, дружище! С тобой еще ли привез? Кушать его будет Привет! Ну как-то дела Ну нормально, отчего-то у вас холодно О, да скоро тепло будет Скоро тепло? Ага, весной Какой весной? Ты ничего привыкнешь Ладно, да Поехали, поехали, поехали У нас свои собаки есть жирные тут Бездомные, все с собой привез Тоже собака есть, а поменьше Как зовут? Арчи Собаку люблю Только мы их по-другому любим Мы их не едим Ну, мы тоже не едим Это гореец любит собаку Я шучу В общем, культурный программ большие Начинаем сначала с Кузькиной матери Покажу Да И потом, где граки зимуют Нормально? Ну ладно, давай так скажем Не знаешь, где они зимуют? Да, хотя я не понял Место, знаешь? Ага Что это такое? Ну покажу, поехали Поехали? Ага Я правда, друзья, сам не знаю, где живут Ну это что-нибудь и думаем Встречал я, друзья, нашего китайского товарища в Брянской области И поэтому первым нашим пунктом был Карачевский музей Куда я решил завести фотоальбом, который нашел в одной из заброшенных деревень Карачевского района Если вы не видели этот фильм, обязательно посмотрите его по ссылке в описании Ну что, друзья, как и обещал, приехал в музей Карачевский Где давненько не бывал Сейчас попробуем вручить сотрудникам Заодно Алексей у нас в музей посмотрит У ваша аппатропа Здрасте Скажите, я в одной деревне на пол фотографии старый Хотел бы оставить у вас Ну хотите Да, можно оставить? Да, можно, конечно Здрасте Ой, здрасте Как дела, можно? Да Какая-то шумно у вас Алексей из Китая привез вам Отлично Навсегда Навсегда Как на сегодня Ну как, фильм понравился? Ой, Мильон Лактый, я стала знаменитой Да? Да, проснулась Ватсап сразу начал Ой, Дань, ты смотри, тебя, тебя, тебя Как погнали ссылки Потом, говорю, вы из магазина заходите Мы вас видели Боже мой, пришла моя слава Ну какая-то в музей активность привез Да, да, да Многие говорят, нам стыдно, мы даже в музей не знали, что у нас такое хорошее Ну, я говорю, это нормальное явление Многие не знают Это сейчас едут Вот у нас фабрика игрушек уже Единственная раньше была в стране И тут экскурсионная группа из Орла Из вот, ну, Курска И вот к нам заходят Сергей Владимирович Здравствуйте Алексей Здравствуйте Алексей Дович Алексей из Китая Это когда-то к нам приходил вот парень И в воскресенье проводил экскурсию И вот он Решил познакомиться Правильно, посмотрите И у нас есть что посмотреть Вот, тем более вы теперь как аборигент Должны Водить, показывать А до чем, ну, получается Местные, да, здесь Крестьянский быт Вот как крестьяне, они еще жили Ага Это не нашли Это отдают люди Отдают люди Невозможны Ну, в общей массе своей Это предметы Случайно Вот знаешь, такое Это? Да Ну, что вышли Ткани Да, да Шкафский скан Это знаешь, что называется? Как? Лапти Лапти? Лапти, да Ходили в них раньше Крестьяне Ага Вместо ботинга были А сколько лет назад Так у них ходили? В 50-х, 60-х годах еще ходили В 50-х, 60-х годах? Да В смысле, 1900? Нет, 1950-е После войны Да Многие бабушки говорят, что такие ходили В 1950-х годах Да Внутри Тащили? Да Он, видишь, детские, маленькие Ага Ну, да Ага, вот это Самовар у вас есть, да? Самовар есть, да Да Вот, смотри Русские дома, как раньше жили Соломиная крыша Бывает, даже сейчас Такие домы еще живут То есть там, это Траву и земля Вместе перемешали, да? Ну, крыша Крыша и солома просто Сняли А это премьер уже? Да, там настоящая Такой хочу себе, мечтаю таком Вот, давай, сейчас я фону сделаю Вот, отечественная война воевали Это поселок называется Город? Карачев Карачев Это про Карачев или про Бурянска? Ну, это Бурянска область Одно и тоже Бурянска война была Сейчас, да? Знаете, все здесь был Да ППС ППС? Сечки на автоматах Тоже во время войны был Винтовка Это еще царского периода Может, сто лет, да Ножи там перевернуть Да Воевать на пресс Все, большое спасибо Пожалуйста До новых встреч Теперь в апреле приедем К вам Апреле? Приезжайте Ну что, друзья Сегодня мы оказались на ферме У нас в деревне Остров Ждем грузовик Сейчас мы поедем в соседнюю деревню Паниковиц Алексей уже провел здесь неделю, наверное, да? Дни 10, наверное Мы, в общем, покатались по многим деревням Мы снимали очень много фильмов Сегодня едем к моему другу Москвичу Которого родители в деревне живут Будем Алексею продолжать экскурсию делать Сегодня вечером, к сожалению, он уезжает в Москву Поэтому сегодня у нас такой Прощальный будет тур По катушке на ГАЗ-66 Да, расскажи, как тебе тут В Жарловской области понравилось? Да, понравилось Чем запомнилось? Да, очень много чего Тут добрые люди Сегодня, кстати, были на ферме Вернее, я спал Мне было сложно поднять В 5 утра вы поднялись, да? Ну да В 5 утра ездил на ферму Коров доить Чем тебе наша ферма запомнил Зеренская? Как люди живут в деревне Тут очень добродушные люди Да Семья у нас Ну, познакомила Очень хорошие, добрые люди Там Саша Свет Настя Артем Да Время быстро прошло Неделя так прямо Время летит Ну Тоже Я думал, я буду скучать Но я думаю, что Это не навсегда уехал Я чего Ватташ Прежде всего? Да Я хотел летом приехать Если бы Но обязательно приедем, да? Летом здесь будет очень красиво Я думаю Когда в деревне приезжаешь Сам, ну, спокойно тоже Природа красивая Здесь, ну, такие там пробки Много там шумно Там тихо все, красиво Ну, приятно с людьми пообщаться Спокойно, никуда не торопясь Да И русская душа тут можно Понял Так, смотри Обурсеешь со временем Лешкой тебя уже называют Да Алешкой Алешкой, да Паба любит меня только Позов Называет, да Алешкой Я теперь понимаю Почему у тебя миллион подписчиков Я очень надеюсь Что они будут у тебя Еще больше Вот Неделя прошла Сколько раз С тобой лично поговорили У тебя цели Очень святые То есть Если честно Мне даже самому жалко Такая деревня умирает Но тем более Ты тут родился Выросла Сколько там у тебя Свои истории Сколько там У тебя свои Ну, родственники Друзья Тут находились Жили Мне даже жалко То, что такая деревня Прямо умирает Утром Потому что Саша Когда ездил на ферму Спросил Он четко помнит Тут живет Два семья Двадцать семья И сорок шесть человек Всего лишь А еще читается Здесь ферма Держит Потому что они Тут Ну, есть на чем Там жить Да Работают А так без фермы Это же не знаю Конечно Жалко Но я помню Ты тогда говорил Что у тебя есть Свои цели и места Что Развивайся Свою деревню Чтобы она Не умирает Наоборот Даже больше люди Тут остались И больше Другие люди Приезжали Дети Чтобы потом Жили хорошо Хорошее будущее Все Каналом Все с этого Началось Да Я очень тебя поддерживаю Как-то Ну Очень святые Святые Могу сказать Твою цель Надеюсь Что у тебя Это все Получится Спасибо Приятные слова Никогда Мне такого Никто не говорил Да Ну Как сказал Просто Тоже Изнутри Скажи А в Китае Многие хотят В Россию Приехать Жить Не совсем Есть такие люди В России Приехать Не совсем Да А что Толкает Ну Природа У вас Красивая Девушка Красивая Но У меня Канал В Китае Показывает Там Очень много Подписки Они Часто пишут Как я могу В Россию Напомню Ты снимаешь Фильмы О России Показываешь О Китае Да И что В основном Чем Твой фильм Нравится О России Ну То Что Я снимаю Тоже Настоящей Жизни Рано Как люди Живут Не только В городах Тоже В деревне Ну По телевизору На интернете Тоже Редко Можете Такое Увидеть Тем более Это совсем Другие Страны Люди Интересно Как тут Вообще Люди Как Роживут Как Работают Что Кушают Вообще Много Интересно Да И У меня Очень Много Подписки Они Молодые Студенты Они Даже После Моего Видео Ну Желание Появлялось Учить Русский Язык И чтобы Потом Приехать Сюда Жалко Сейчас Граница Закрыт Так Я думаю Что Уже Много Приехали Ну Надеюсь Скоро Все Закончится Ситуация Граница Откроют И Я Сторож Свои Друзья Подписчики Знакомые Сюда Отправить Все Будем ждать Тут Путешествовать Почувствовать Настоящая Русская Лизнь И Деревенская Лизнь Да Я думаю Им понравится А ты вообще В России Где В основном Жил С кем Общался Друзей Много В России Ну Да Но Я Сначала Приехал В Дальний Восток Города Благовещенск Амурский Область Я там Учился В ПИД институте И Как сказать Повезло Меня Познакомые Очень хорошие ребята Из них Самый лучший друг Александр Петрович Лоза Он Как сказать Мы в детстве Познакомые В детстве Еще Ну Как сказать Молодые Совсем Меня 17 Ему 16 Когда мы Еще учились В студии Очень много Чего Он мне Научил Очень много Чего Он мне Там Погазал Про Россию С ним Первый раз В деревню Ездили С ним Он Сам из деревни Ивановка Называется Амурская область Очень классная Деревня Там тоже Очень хорошие люди После этого У меня появлялось Как Много Таких желаний Попозже Городов Попозже Места Попозже Вообще Чтобы не зря Я свою Судьбу Выбрал В России Приехал Учил Русский Язык Чтобы Находиться Больше Места Познакомиться Больше Людей Хороший Русский И Показаться Другим Людям Которые Здесь Ни разу Не певали То есть У меня Это душевно И Хотел Это Сделать И Породая Ему Начал Это Путешествие Российское Здорово И тебя Должен Почитать Таруновская Обрасть Первый раз Без тебя Без тебя Наверное Тут Не находился Товарищ У нас Слишком Долго Едет На газончике Своем Могли бы Конечно Сами Но Там Дорога Завезла Хотя Зима У нас Сегодня 12 Декабря Был Мороз Снег Но Два Три Дня Дожди Шли Поэтому Все Растаяло Здесь Еще Снежочек А так В полях Уже Грязюка Том Уже Скоро Граница Откроет Мы Очень Вас Ждем В Китай Поехать Путешествовать Если Что Можно К нам В гости Приехать Рад Вам Показать Про Китай Как я Понимаю Тоже Твой телефон Можно Оставить Если Что Без проблем Оставлю Мы На Контакте Нет Под Фильм Твой телефон Укажу Для Желающих Рассвязаться Кто-то Может Какие-то Вопросы Задаст Без проблем Без проблем Да Там И Очень Ждем Всех Друзья В Китай Приехать Да Тоже Ходя Погазать Да Как В Китай Там Живут То Вам Интересно Будет Сейчас Друзья Откнул Машину Мне Тут Тортик Был Приготовлен Для Подарка И В итоге У меня Упал На Землю И Сплющился И В общем Самый Красивый Тортик Приватился В какую-то Лепеху Я не знаю Как дарить Это все Мало Хоть не открылся Слава Богу Вообще Такой Спрессованный Будет Бисквитик Нормальный Последний Мадыри Новый Стиль Маши Примешать Считается Запрошенный Торт Брошенный Брошенный Ну что Друзья Наше Такси Прибыло Только На таком А мы Другое Такси Заказывали Люксовое Там Прямо У вас дорога Такая Именно Она Проедет Ну только По таким Дорогам На своей Там не Проехала На подъемной Грязновато Прямо Как военная Она у вас Она есть военная А она есть военная А как деревня называется Куда мы едем Деревня Паниковец Друзья Это Какой-то Чупай Сегодня Второй Упал Когда Дверь Открыл Там Уже Конкретно Лепешка Это Тебе Я Все Забываю Ложу Весь На Спуске Ой Да Первый раз С таким Тортиком Еду Надо бы Поработать Там еще Немножко Как-то Тут уместиться Мне придется Ехать Задом Любоваться Буду Задним Видом Гостям Самые Лучшие Места Да Ты мне Там Рассказывай Что там Происходит Контроливая Слушай Здесь еще Места Хватило Букровать Заскрыл Немножеч钱 Немножечка все я свободен и ты должен совать приехали на базу на упасть лег лови торт ему уже ничего не страшно да кажется 6 конечно машин для избранных где можно прокатить даже здесь и сено собирается а ты взял я где-то мы купили эту местных я все такое такое же нашел бы но что-то не нахожу не как здесь нас такие товарищи я уже сто раз конечно визу у вас у них усадьбы тут сейчас ходе вниз покажу вам там красоты зайдем к родителям мне кажется торт третий раз чуть не упал бить со мной здрасте дать этого тортик два раза из машины упал сейчас мы зайдем можно выяснилось что машина китайская легкие это особенно понравилось свое увидел одно и гости дорогого вперед сажаем конечно в декабре хуже кататься чем летом раньше здесь очень много домов было остатки прошлой жизни так хорошо первая остановка колодец прошу гость дорогой выходи нет я заставим русскую водичку добывать тебе все виды удовольствие так ведерко набери крути да конечно не автоматика и разный пользу такими все серьезно ну если но я пират современный подшипники стоят вот здесь ручей низко ну да да вообще это воды питьевые или просто не пьют кипятить надо кипятить на просто ну так понятно ну здесь много видами и железняки микролюмируем минералов вот и холодно друзья все равно кайфово я очень счастлив да когда еще на китайской машине покатаешься в россии еще да весенний разлив и этого мостика естественно не видно обычно ручеёчек маленький наверное ну в раз в пять меньше на донышке и до мостик обычно летом а сейчас все залило уже откуда по китайском и шампаншуй а это как раз рядом город гора и речка самое крутое место и шампаншуй сам шампанское короче остается лучшие места для жителей сейчас их можно приносить это я думаю деревня а то поручается видимо здесь деревня было больше 100 домов раньше осталось там меньше 10 наверное это они очень далеко друг от друга расположены это место очень красиво и даже не представлю летом здесь как трава все постоянно убирается сжигается раньше старин здесь очень много домов было вдоль бугра это единственный домик остался и вот по этой тропинке люди ходили в колодце в реальность тут уже третий день дожди идут все расставило поэтому такая река полноводная стала ручей очковные лёха по этой дорожке получается кто не ходил почему такая натоптанная здесь вообще по этой дороге вот от этого дома было еще домов 8 10 наверно туда вдоль оврага да и мало того что здесь ходили люди здесь у каждого был свой колодец каждый ухаживал во первых все здесь ходили за колодцем а во-вторых здесь овцы коровы которые собирались они шли как раз по этой дороге и возвращались тоже сюда друзья мы сейчас тут вкусняшки будем готовить сейчас будет шашлик вкусненько пахнет уже классный шашлычок красивое место хорошие люди здравствуйте но так надо так принято я принято в деревне живем не тоже лёша до 1 2 3 3 лёша здесь вас таких нет уже наверное тоже есть это картошка картошка домашние весы поострее можешь ревочу запивать поможет рыба копченая да это сом сом мраморный сом сами делали да а это васаби по-орловски а русский васаби серьезно там у вас какие-то пакет опухи с лопухов вот тоже вы осадится чеснок делаете угадай тоже делают но я попробую поможем маринованный маринованный да алексей тоже гурман как и ты у меня тоже курман погонял кире тоже люблю оценить и всякие вкуснятина именно еще домашние я еще встречаю постоянно хорошие люди которые мне пацаны кормят нет он такой кисло-сладкие золота курицу только старыми как всегда принципе не угостить смогу нам он будет да а ты не будешь нет я живем алексей любите попробовать за цене за знакомство давай и все крепкий до до 2 до добивайся в легче был и он тоже похож на риса на серьезно он такое чуть-чуть а сколько градусов здесь 45 да да у крепкий ухта абрикосовый да абрикос и вишню только сами поставьте у меня рука не мои самые любимые давай и то и другое спасибо большое до лето хорошо 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 девчонкам спасибо вам большое буду как раз домой я в москву поеду к другом как раз не пустой рукой ну что путешествие закончилось вот наш поезд какой вагон вагон 15 но погоди вагон 15 14 место а так второй он туда черек 15 15 15 15 приколуешься я был 12 но вот захотелось вообще увидел девчонка расставил 12 вагон захотел на слаб перекушал сегодня учебным рядом с паровозом поешь можно будет порулить даже за 100 рублей тогда пачку абрикосовый и вишневый комбот мне дали томатный сок а мне мой любимый абрикосовый и вишневый а он взял сумки подменил пока машин там тусовал в итоге буду бить томатный хитрец с алексеем друзья я надолго не прощаюсь потому что уже в января мы вместе с ним собираемся поехать в питер для продолжим съемки а в апреле вернемся в орловскую область снимать наши российские деревушки надеюсь этот фильм вам понравился как всегда поделить своими эмоциями ощущения в комментариях а если возникли вопросы обязательно пишите мне в соц сетях ссылки на них вы увидите в описании этого фильма до новых встреч мои дорогие пока не плачь только без слез погода короче а матра проще еще выйдем да конечно все ждем тебя на орловской арестбургской земли приеду еще